Всем привет! 21 апреля 2014 года исполнилось 25 лет с момента выхода на японский рынок оригинального геймбоя И это юбилей, да К этой дате я для сайта jambox.ru подготовил специальный материал, в котором рассказывал о весьма специфической периферии для самых разных поколений геймбоев И этот материал вышел вот как раз ко дню рождения геймбоя Но за время составления этого материала, за время поиска данных для него, я нашел некоторое количество других устройств, которые в итоговый материал не попали Вот про три из них я хотел бы сегодня рассказать немного отдельно Ну и заодно напомнить о том, что был такой материал и вообще то, что день рождения геймбоя прошел не так давно Так вот, два из этих устройств, о которых я хочу сказать, это оригинальное периферии от Nintendo И одно, ну само по себе очень странное и скорее даже медицинское устройство, нежели игровое В общем, давайте по порядку, я вам расскажу и посмотрим вместе И первое устройство, о котором я хотел рассказать, называется глюкобой Да, именно так оно и называется Я думаю, что люди, которым знакомо довольно страшное заболевание сахарный диабет, уже поняли о чем речь Для остальных же я сейчас кратко поясню Глюкометр это устройство, которое, наверное, является жизненно необходимым для каждого диабетика Оно проверяет количество сахара в крови То есть каждый день, даже по нескольку раз в день, этому устройству нужно сдавать на анализ кровь из пальца Он проводит замеры и показывает количество сахара в крови И, соответственно, показывает, когда какой-то порог превышается, нужно колоть инсулин В общем, не очень приятная вещь, но ничего не поделать Естественно, сахарным диабетом болеют не только взрослые люди, но и дети И одна добрая медицинская компания, название которой, к сожалению, для меня потерялось Выпустила устройство глюкобой Они подумали, что раз болеть могут и дети, и раз дети всегда таскают с собой портативные игровые консоли То почему бы не совместить это все в одно устройство И, в общем-то, выпустили такой игровой картридж со специальным прибором для измерения сахара в крови Собственно, в чем проблема и почему это устройство не прижилось? Сейчас объясню Сама по себе задумка была очень неплохая Плюс ко всему, ее попытались немножечко разнообразить и добавить к ней игровой элемент То есть каждый раз, когда ребенок сдавал анализ Внутренняя программа начисляла ему некоторый счет Хайско, который от каждой проверки пополнялся И пополнялся он за счет того, какие результаты показывал анализ на сахар Вроде бы ничего страшного, но все нормально Но до тех пор, пока не задумаемся о том, что у детей все-таки очень сильно развито чувство соревновательности И, естественно, когда владельцы глюкобоев встречались между собой Они такие, типа, у тебя очков больше, чем у меня И они пытались это как-то компенсировать То есть самым простым вариантом было, что сдавать кровь этому аппарату чаще И, ну, начало доходить до того, что дети чуть ли не кровавые жертвы переносили этому устройству Родители, естественно, это все очень сильно пугало И они постарались как можно быстрее избавиться от этих ужасных устройств И заменить их на самые обыкновенные глюкометры В которых нет никакого соревновательного элемента Поэтому устройство осталось забытым Оно пропало с рынка очень быстро И как-то вот только в каких-то архивах еще можно найти о нем данные Второе устройство уже является официальной периферией от Nintendo Как я и говорил Так вот, вышло оно во времена вот этой вот портативной консольки Game Boy Advance SP На тот момент это была самая компактная портативная консоль Да и на данный момент она остается тоже одной из таковых И в свое время вышел аппарат, который называется GBA Wireless Adapter И призван он был заменить не что иное, как линк-кабель для мультиплеерной игры Вроде бы хорошее и благое начинание Но почему-то вот Nintendo не довела все до логического конца То есть выпустить устройство они выпустили Правда, оно оказалось огромным К сожалению, у меня его нет, я покажу на картинке Но представьте себе, оно занимало вот столько где-то То есть это практически половина размера Game Boy Advance SP Прибавлялось еще сверху Ну, ладно, допустим, это не так страшно Страшнее то, что и так маленькие шифты на GBA SP Стало практически невозможно нажимать Потому что, ну, вот здесь вот такая штука Пальцы приходилось класть вот так Причем там еще тоже рычажки сверху Которые ты задеваешь, она выскакивает В общем, не очень удобное было крепление Но самая большая проблема Даже не в этом была А в том, что поддерживались этим устройством всего порядка 30 игр Причем большая часть из этих игр Это переиздание из серии NES Classics То есть это очень странно Большинство игр, которые для мультиплеера использовались Их даже невозможно было запустить при помощи этого устройства Я уж молчу про то, чтобы запустить мультиплеер в играх с Game Boy Color Или с оригинального Game Boy Который, кстати, GBA SP отлично поддерживал Нет, этого ничего не было Поэтому данное устройство, ну, не могло в полной мере заменить линк кабель И, естественно, ушло с рынка очень и очень рано и незаметно Ну, а третье устройство тоже от самого Nintendo Которое, наверное, самое оригинальное, самое перспективное И даже немного жаль, что оно не прижилось на рынке Оно называлось GBA eReader И представляло собой считыватель для карточек Правда, надо сказать сразу Nintendo не первая, кто придумал такое устройство Первыми считыватель карточек еще для оригинального большого серого Game Boy Придумала компания Namco Но как-то тоже у них эта идея не пошла Еще тогда давно А в 2000-х Nintendo как-то пыталась ее восстановить В надежде на то, что у них получится лучше И, в принципе, оно получилось Вот эти карточки, они распространялись Ну, так же, как коллекционные карточки распространяются сейчас В различных промо-наборах, в журналах В наборах с наклейками, как у нас вот в журналах по Нине были С некоторыми фигурками То же самое, как Pokemon, там, Trading Card Game Все это распространялось примерно вот таким же макаром Только с одним условием Если считать эту карточку То можно было с этой карточки загрузить, например Какую-нибудь старенькую аркадную игру с NES Например, Balloon Fight или Donkey Kong Прикольно Причем не только это Помимо игр На таких карточках впервые появились DLC для игр от Nintendo Представьте себе, для переиздания Super Mario Bros. 3 для GBA На такой карточке вышло 6 дополнительных уровней Которые можно было, просто считав карту, получить в игре И точно так же было с покемонами Например, для покемонов Ruby и Sapphire, которые вышли в то время Можно было получить сразу компанию новых покемон-тренеров С которыми можно будет сражаться И даже получать некоторых более редких покемонов Которых в обычной игре достать либо очень сложно Либо даже невозможно Идея была интересная Идея была хорошей Но как-то вот она не пошла И просуществовав всего 2 года E-карт-ридер был признан беспроспективным И убран с рынка Не только в США Но и в самой Японии Где вроде как устройство могло бы существовать даже по сей день Но звезды сошлись так И все решилось именно так Что все-таки немного обидно Потому что вот E-ридер это как раз, наверное, было самое интересное Что выпускало Nintendo в то время Из нестандартных перифейных устройств Ну вот и все, что я хотел вам рассказать Все те три устройства, которые не попали в итоговый текст на GM-боксе Кстати, если вы не читали этот текст Что вполне вероятно То по ссылке в описании вы можете его найти Пройти и посмотреть Какие еще самые странные и долбанутые устройства Вы выпускались для геймбоев За весь период существования этой самой линейки портативных консолей Ну а мне остается только сказать вам спасибо, что смотрели Если вам понравилось это видео То ждите еще Подписывайтесь на канал, если не подписались Ставьте пальцы вверх и рассказывайте друзьям И до встречи в новых видео Мы увидимся с вами совсем скоро Всего доброго и пока Субтитры сделал DimaTorzok